Дорогие друзья, мы продолжаем включение 16-го московского педагогического марафона учебных предметов. И сегодня у нас день учителя французского языка. Самый массовый день. Такого-то количества педагогов нет. Я по одному другому предмету нет. Я немножко шучу. Но, по крайней мере, на эксклюзивность какая-то присутствует. Потому что все-таки мы понимаем, что язык из школы отступает, но мы держимся, островок какой-то держим. И главное, что все равно без французского языка наша российская культура будет неполной. Совершенно верно. Я хочу вам представить Татьяну Михайловну Фоменко, профессор капитальной методики преподавания иностранных языков Московского педагогического стратегического университета, в стенах которого мы и проводим марафон и в этом году, и в нескольких предыдущих лет. Руководитель федеральной комиссии разработчиков КИМЕГЭ по французскому языку. Так оно и есть. Это очень серьезно. Да, и ответственно. Да, все, кто хотят поступать сегодня в ВУЗы и по специальности французский язык, вот... Должны пройти эту процедуру. Должны пройти эту процедуру. И встреча сегодня была, название встречи, подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, французскому языку, по новым пособиям издательства просвещения, французский язык, основной государственный экзамен, сборник, тренировочный задание. И я сдам ЕГЭ, французский язык, модульный курс. Да, это такие издания вышли в просвещение. Да, такие издания вышли для подготовки. Да, и просвещение сейчас много сил тратит для того, чтобы готовить к ЕГЭ и в регионах, и так далее. Вот какой сегодня был разговор? Разговор шел о том, как подготовиться лучше к ЕГЭ, какие требования к заданиям, как они оцениваются, как работают эксперты. Коллег моих, учителей французского языка, волновали эти вопросы. Безусловно, что считаются ошибками, что не считаются ошибками, поскольку перед ними был разработчик не просто пособий, но и разработчик вот этой части экзамена. Все сведения о ЕГЭ, я располагаю всеми сведениями о ЕГЭ, и вот их интересовали больше такие практические вопросы. Как подготовить учеников, если французский язык два часа в неделю, и он в качестве второго изучается? Ну, здесь, естественно, пожелание заниматься дополнительно, потому что за два часа в неделю подготовиться к такому серьезному экзамену сложно. Вот такого типа были вопросы. Я постаралась на них ответить. Когда будет иностранный язык обязательным экзаменом для всех? В 2022 году. А в 2020 это ОГЭ будет обязательно. Понятно. Вот эти вопросы тоже их интересовали. Вот такие были вопросы, которые не заданы. Какие новшества в этом году есть? Особых новшеств нет. Формат заданий не изменился. Он уже не меняется на протяжении последних, наверное, трех-четырех лет. Ну, если не считать, что мы ввели устную часть экзамена, которая пока тоже вызывает много вопросов, ее компьютерный вариант. Но, тем не менее, он пока остается таким самым доступным и по финансам, и по подготовке экспертов, потому что он требует большого количества экспертов, которых, если проводить его в устной форме, некомпьютеризированной, огромного количества экспертов, особенно по английскому языку, которых подготовить за короткий срок невозможно. Вы имеете в виду, что если мы выстраивали отношения в живой речи, то это практически невозможно? Пока это очень сложно, да, подготовить такое огромное количество специалистов и финансово, и по времени. Потому что они оказались в каждом точке страны. Да, поэтому это сложно. Но, тем не менее, ученики с этим справляются. Единственное, на что я обратила внимание учителей, это больше внимания уделять культуре нашей отечественной. Поскольку теперь вот есть такое требование, которое говорит о том, что мы должны быть патриотичны и в наших учебниках, и в наших материалах экзаменационных использовать материалы, связанные с культурой России. То есть, если наш будущий, наш сегодняшний ученик в будущем приезжает во Францию, он сможет рассказывать о России, а не о Франции. Да, а не о Франции, о нашем поэте, о не французском. Да, естественно. А то мы порой знаем французские музеи, но не помним, какие музеи есть в России, в Санкт-Петербурге, в Москве, к сожалению. Поэтому, может быть, здесь есть и какая-то доля истины, что этим нужно... У французского языка тоже есть базовый уровень? Да, обязательно. Одинаковый формат по всем языкам, совершенно одинаковый, базовый, повышенный и высокий. Высокий уровень служит для отбора учеников, для поступления в ВУЗы. А базовый он проверяет просто уровень владения иностранным языком. А для того, чтобы их дифференцировать по уровню подготовки и отобрать в ВУЗы, вот есть такая повышенная, высокая часть ЕГЭ. Ну, а когда мы придем к обязательному экзамену, ну, наверное, это будет два экзамена. Один для тех, кто просто сдает за определенный период обучения и для тех, кто хочет поступать в ВУЗы, более сложный экзамен. Сейчас это совмещено в одном экзамене. Интересно. Во время мы все успокоились, и тем временем, когда ЕГЭ вводилось, было много споров, да? Сейчас таких споров меньше. Мы большой опыт все накопили. Да, конечно. Мы учитываем все свои ошибки, все трудности и стараемся их минимизировать, скажем так. Здорово. И в любом случае, мы, этот день марафона тоже вот такая некоторая манифестация того, что русский язык должен быть. Обязательно, обязательно должен быть среди всех остальных языков. И, ну, даже если он выступает в качестве второго иностранного языка, то нужно его сохранять. Мы прикладываем, энтузиасты, преподаватели французского языка, прикладывают много усилий для того, чтобы его сохранить и в ВУЗе, и в школе. И не все, даже наши зрители, которые сейчас смотрят в интернете, не попали на варапорт. Представляете, что на самом деле франкофонные страны, да, вот это немалое количество населения мирового, да? Да, естественно. Вот я бываю за границей, обхожусь французским и немецким, не зная английского. Понятно. То есть это... Возможно. 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 Это наш ответ всем англоязычным. Да, да. Ну, посещая разные страны, и Францию, и Швейцарию, и Испанию, и Германию, и Австрию, и везде мне хватает двух вот этих языков. Слушайте, как вот в Швейцарии эти дети говорят на всех языках, вот на всех языках они говорят. Да, там несколько языков. Немецкий, итальянский, французский, ну и английский тоже. И лето-романский там еще есть. Вот, и как-то вот это происходит. Вот это трудно сказать, я не изучала их систему образования. Они рождаются сразу мультиязычными. Ну, вряд ли. Все-таки предпочтительные в разных регионах Швейцарии предпочтительные. Или французские, или немецкие. И, конечно, они лучше владеют, допустим, во французской части французским, чем немецким. И наоборот. Вот это все-таки, конечно, оказывает свое влияние на место пребывания. Вот, поэтому французский язык будем сохранять по мере силы возможностей. И, кстати, в ВУЗе на него покушаются. Вот, и в ВУЗе, и в школе. Если мы подготовим учителей, значит, они придут в школу и будут там сохранять традиции изучения французского языка. Особой культуры, которые они приобщены. Это накладывает некоторый отпечаток. Это, на самом деле, большой подарок на будущее. С какой культуры ты себя ассоциируешь. И читаешь Пруста. И так далее. Роман Аллан. И огромный-огромный пул поэтов. Да, это великие писатели, великие художники. Это великие режиссеры, кинорежиссеры, конечно. И мы все, на самом деле, живем французской культурой очень. То есть, даже другие культуры так много взяли из французских, как и, собственно, и российская, и русская культура. Естественно, да. Но вот это понимание устоев своей собственной культуры невозможно без понимания культуры точно и Франции. Потому что оказало огромное влияние французская культура на нашу культуру, безусловно. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что наше дело продолжится. И каждый год на марафоне мы сверяем часы. Мы снова восстанавливаем связи, если какие-то теряются. И мы не мыслим наше будущее без французской культуры. Спасибо вам за поддержку французской культуры, за поддержку учителя французского языка. А мы будем стараться. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.